всем здорово чуваки вам очень нравится рубрика 10 гаджетов с какого-либо магазина именно поэтому мы отправились на этот раз в ленту потому что многие записали в комментариях лента лента нужно срочно в ленту серега купи в ленте продукты серега купи в ленте гаджеты и так далее короче 10 гаджетов конечно не обещаю что там наберется но мы постараемся что-нибудь найти действительно интересное ну что ж погнали отправимся в ленту на улицу очень холодно там согреемся часть у нас есть монетка для того чтобы на этот раз как это называется тележка ребята как я знаю что всегда с правой стороны от магазина вообще ленты находятся все товары типа там игрушки то мобильные товар какие-то строительные поэтому нам нет смысла отправляться на то в левую сторону поэтому мы будем правом крыле все эти искать тут вам есть что-то для уборки может там есть какой-нибудь гаджет интересный кстати ребят напишите комментариях вообще что такое гаджет не знаю называть это либо товарами либо гаджеты потому что многие под прошлым роликом писали что то что мы обозревали не все из этого гаджеты я не знаю я всегда называл это гаджетами вообще все что по магазине кроме продуктов когда на кипяточке лайв будут шашлыки короче совсем скоро летом точнее в мае когда у нас там шашлыки 1 мая 1 мая до 1 мая ждите ролик про шашлыки на канале кипяточка лайв мы обязательно это сделаем купим разные шашлыки попробуем я думаю будет прикольно на природе главное вообще круто пока вообще ничего не видим ничего не можем найти я не знаю возможно ли это в ленте но давайте пойдем наверно для начала в отдел игрушек я думаю может что-нибудь интересное там здесь товаров много с игрушками прикольно есть антистрессы классные огромные вообще такие приятные потроу реально слушает вообще кайфу я считаю это видео легкий пластилин помощь который да да смотри огромная пачка легкого пластилина чё дорогой он или нет 349 рублей за упаковку здесь 36 у нас было 20 при этом мы заплатили что-то 500 с лишним что получается не так дорого чё попрыгунчик сделаем большой я думаю стоит только не сегодня кстати тут есть даже алкотестер электронный довольно мобильно выглядит я думаю что если вы автомобилист вдруг так оказалось что вы там где-нибудь были на празднике перед тем как садиться за руль вам можно проверить можно он за рюк садится или нельзя очень полезная штука суши я тут такую штуку нашел интересный электрический дезинфицирующий аппарат как бы с одной стороны такого ну ничего интересного да но на самом деле он стоит 3000 рублей издалека просто смотрю обычная пшикалка на самом деле здесь есть какая-то еще кнопка то есть она как-то то ли подогревает не знаю короче какую-то магию творит с водой видимо и она становится какой-то супер полезной я не знаю в общем ребята если вы хотите чтобы мы обозревали какие-то необычные и при этом дорогие товары мы можем сделать это только с вашей помощью и поэтому чтобы помочь нам поставьте лайк под этим видео подпишитесь на канал обязательно и расскажите про это видео друзьям знакомым и так далее чтобы это видео набирал как можно больше просмотров и тогда очередной выпуск может быть уже вот с такими товарами дорогими и необычными ребята с большим трудом но мы нашли товары мне уже не терпится вам их показать поэтому давайте сейчас отправимся на кассу все оплатим и встретимся уже в помещении я не знаю каким чудом ребят но спустя два с половиной часа нам все-таки удалось найти всего лишь 7 товаров вы на обошли всю ленту все полки и нашли более менее что-то интересное что-то полезное действительно и в ленте оказалось что есть такие товары но наверное не больше семи так хочется начать с первого это эксперименты набор для проведения опытов вот восьми лет ребят полимерные червячки и что они будут делать вообще без понятия ну давайте попробуем влете было все фигово запакованы мы запаковали заново тут у нас получается в комплекте есть реагент а я не знаю что это также есть такая посуденька и реагент b забавно что он прям яркий яркий оранжевый такой ну и все это смешиваем да попробуем проверим мне очень интересно узнать еще как это стоит такой делает я здесь это не опасно слава богу мне есть восемь лет все нормально и компонент b 1 червячок это все зачем компонент а вообще если можно было просто волны вылить я не понимаю это есть червячки что это опыт себе червячки они на самом деле в жизни так выглядят это не опыт это какая-то ерунда какой здесь опыт вообще это больше на лапшу какую-то похоже да да надо широк не удаливать уже написано подождите две минуты теперь с червячками можно играть ждем две минуты спустя две минуты я так понимаю эти червячки становятся резиновыми проверим ну-ка ничего не пахнет кстати они они не становятся резиновыми они видео просто застывают и все я не знаю как ими играть в этот вопрос мне то есть там написано теперь с червячками можно играть но как играть на палец наматывать что смотрите прикол на пачке были вот нарисованы вот такие червяки но в жизни они совсем не похожи ну короче по какой сын хочешь поставишь такой игрушки до тройку я поставлю потому что блин вообще на червячки во первых не похожи никак ну и во вторых какая-то блин чепуха вот скажи сколько она стоит цена этой игрушки 199 рублей но я поставлен даже 2 ну потому что здесь вообще ни о чем это игрушка это даже не игрушка это не эксперимент это это ничто я не понимаю здесь написано увлекательный набор для всей семьи я представляю здесь семья вот так вот стоит выдавливает две минуты ждет и потом такие что это проще не знаю взять резинку не нарезать ее на кусочки пожалуйста будет даже то же самое причем она будет еще и растягиваться у него будет какое-то свойство а здесь свойство рваться вот и все ерунда полная переходим следует на следующий товар я честно говоря был удивлен что такое делают вот такой вот я не знаю как это монстр на зубе написано сгон с резервуаром для автомобиля но мы не будем то есть на автомобиле мы потестим это на нашем окне потому что она очень грязная вот так вот из привести сможем ли вы его очистить сейчас узнаем смотрите здесь есть вот такая вот штука это видимо сушительным а это просто воду сгонять и самое прикольное что ручка и одновременно резервуар для воды это для воды там для мыльного раствора это именно вот такой пульверизатор прикольно вот так вот откручиваем заполняем сюда водичку закручиваем и все то есть сразу три в одном попшикали согнали воду сразу протерли давайте протестим заливаем водичку хватит довольно жидкое было то что у нас нет никакого фэри например что много-то улегся слышишь пойдет так закрываем и трясем прикольно на розыгрыш блин этикетка это вот так еще за 200 криками шикает прям вообще кайфов так допустим вот так вот протерли да да и вот так высушить слушай нифига так-то неплохо мне кажется если у нас был какой-нибудь другое моющее средство мы бы очистили гораздо лучше но я думаю принципа понятен действительно неплохая штука и самое главное что это на самом деле быстро вам не нужно сначала брать пульверизатор потом брать тряпку потом брать вот какой-нибудь шкребок сразу все шикнули заскребли высушить все идеальная штука ну как бы мне по крайней мере очень нравится я на самом деле первый раз такую штуку вижу и она кстати последняя в ленте было в этом-то и прикол походу их разбирают только так короче такой штуки я поставлю оценку наверное вы даже не знаю но в девятку за функциональность за ее скорость я не знаю 80 поставлю почему потому что не знаю почему хочу его оставить понятно она выглядит на 8 баллов они не надеют ой слушай можно и стол подбереть тряпка сразу видно грязная стала да так но но смотреть хопа залу постирал ее ладно 9 баллов слышу однерку накинул за то что это можно постирать и прочее причем такая штука стоит всего 350 рублей но я считаю цена правда недорого недорого да я бы отдал вообще в легкую такую штуку очень легкая место много не занимает переможешься стекла тут помещу теперь походу завтра окна вот чищем надо перейдем к следующему товар так не менее важная вещь которую мы взяли для кухни это блендер но вы не расположите почему мы его взяли да потому что цена этого блендера 450 рублей будет ли он вообще что-то крутить да вообще я не понимаю что за 450 рублей может там быть мне очень интересно тут есть сама вот эта штука по ходу которая крутит насадка смотри здесь есть стаканчик венчик тут еще какая-то насадка что это не знаю что это для миксеров . это похоже на цоколь от лампочки и вот еще есть вот такая штука слушай ну функционал за 450 рублей он огромен тут пластика только мне кажется рублей на 500 выглядит это неплохо сможем ли мы сейчас вообще замешать какой-нибудь молочный коктейль сейчас узнаем и так у нас уже все готово есть молочко мы решили делать его из бананов и фисташкового мороженого наверное в этой штуке мы будем все это замешивать запах да проволока фисташковое банановое милкшейк нет нет я тоже мне очень интересно узнать кого это учу так но сначала мороженое добавляем я вроде правильно делаю да давайте разделом потом посмотрим правильно ты сделали нет так еще одно мороженое выглядит даже так аппетитно слушай и молочком это заливаем хорош пусть погуще будет подрубаем блендер сейчас вот так вот делает вот ну что попробовать свой лучший в мире коктейль давай я сначала думал он сдох я просто кнопку не плохо но он работает как минимум он работает это мне очень хочется строить вот этот супер дешевый блендера супер дорогим блендером но это возможно только в том случае если вы поставить лайк под этим видео подпишитесь на канал прямо сейчас и досмотрите видео до самого конца так лучше продолжаем вот это супер коктейль бананчик перемололся в ну вроде бы неплохо сверху только малюсики кусочки остались но сейчас мы все это попробуем ну что пахнет хочешь попробовать этот смузи ну давай ты первый попробуй так хорошо божественно вообще вкусно да вообще кайфово попросил фисташка сочетается с банан да да слушай вообще офигенно не отравлись ну как пенка прям и не сильно сладкий сахар не надо вообще то есть слазь мороженого она уже сделал свое дело да слушай но я бы блин все бы выпил по-любому да очень вкусно что но надо пивать хорош пить почти давай продолжаем блин очень вкусно пока ну в целом очень хорошая штука очень полезная для смузи каких-то мелких домашних дел я думал пройдет тем больше здесь присутствуют разные насадки вот такая вот с ножами например просто пример для сбития вот такой вот венчик и что вот это такое это под венчик насадка чтобы он подошел а все пошаришь точно короче ребят в целом функционал огромный и действительно за 450 рублей даже не жалко что он сломается через неделю жалко через неделю но если он прослужит месяца три то прикольно согласен нет на самом деле прикольная штука даже вот без этого достаточно вот этого чтобы делать и какие-нибудь коктейльчики вообще самое то поставлены этому блендеру девяточку короче ты на самом деле читаешь мои мысли 9 бы поставил за цены она привлекательно это как бы плюс но в то же время и минус потому что ты не знаешь что произойдет с ним через какое-то время но в целом хорошо главное что работать это уже хорошо ребята за последние два дня на нас подписалось более трех тысяч человек слушайте если с такими этапами продолжите дальше подписываться я готов эти сюрприз боксы дарить хоть каждый день но все зависит только от вас чаще подписывайтесь чаще розыгрыши но чтобы выиграть этот сюрприз бокс вам нужно под этим видео поставить обязательно лайк написать любой комментарий кстати количество комментариев не ограничено и обязательно быть подписан на наш канал и кстати не забудьте указать контактную информацию на своем youtube канале чтобы в случае выигрыша этого сюрприз бокса мы с вами легко связались но розыгрыш этого сюрприз бокса пройдет 3 марта в 14.00 по московскому времени в моем инстаграм в прямом эфире так что подписывайтесь на инстаграм ссылочка будет в описании всех там жду ну и увидимся там мы очень любим как вы знаете баллончики поэтому мы на этот раз купили антидождь прошлый раз это был антискотчка сейчас антидождь здесь написано улучшает видимость во время дождя уменьшает износ счеток и стеклоочистители но это короче для автомобилей но мы хотим проверить это на зеркале итак у нас есть зеркало на которое мы вертикально будем распшикивать этот баллончик я взял кусок гипса что у вас было ровная четкая линия шикаем она неправильно пшикал чуть-чуть там потекло пойдет вытираем на сухо то что на пшикали кстати баллончики эти очень вкусно пахнут что антискотч что вот этот антидождь ушей куто чище стало он еще и моет короче да я так понимаю здесь образуется какая-то специальная пленка которая типа не пропускает воду но так как написано на баллончики поэтому чем мы все типа выдели можно пшикать да по идее давай попробуем мы уже перезарили сюда воду здесь уже не мыльная вода обычная как видите она не розовая просто белый как вы помните слева у нас не обработанная сторона поэтому сейчас пшикам сюда воды сначала стекает как-то обычно неудивительно я просто не знаю чего ожидать от другой стороны сейчас ну как бы не совсем смотри здесь прям пятно такое видишь мокрое а здесь все в капельках написано что приветы при этом 60 километров в час она все автоматически чистится и как мы видим капельки они стекают и стекло по идее должно оставаться чистым но разница есть но слушай короче я бы не купил на самом деле такую штуку потому что разница минимальная вообще и если честно я в этой штуке поставил бы не знаю ну баллов 4 максимум а я вот не знаю точно как оценить это видишь то есть мы не на автомобиле сейчас если мы там катались на какой-то скорости и видели как эти капли уходят а вот эти не уходят допустим или как-то наоборот то было бы понятно но тут я вижу что эта штука работает на не остается много-много капелек она это просто все стекло и все скорее всего здесь будут разводы а вот здесь эти капли уберутся и разводов вообще не останется поэтому ну видимо работает не знаю тяжело сказать стоимость такого баллончика антидождь 176 рублей как мы помним антискотч стоил 177 рублей на рубль дороже но я считаю опять же что это дороговато моя оценка наверно пятерочка возможно какой-нибудь водоотталкивающей жидкостью если покрыть зеркало будет больше эффект ну а так тяжело оценить поэтому переходим следующий для следующего эксперимента на понадобится крыло от велосипеда почему именно она да потому что его покрытие максимально похоже на покрытие автомобиля и глянцевые тоже может хромирована еще какой-то короче мы купили вот такой вот маркер здесь написано что это победитель царапин то есть это маркер который нужно провести по царапине и при этом царапина должна исчезнуть ну как говорится здесь инструкции давайте это проверим здесь есть вот такие штуки это стержни короче для маркера берем один стержень вставляем его сюда он должен пропитаться весь мне кажется это маркер похож как у графиков ты познаешь стрелять карандаш не снимая колпачка сразу сняли колпачок снимите колпачок ставьте аппликатор вертикально установить карандаш нажмите на стержень чтобы он ополнился составу нанесите состав вдоль царапины отполируйте поверхность для появления блеска чистой мягкой тряпкой допустим и так спустя некоторое время мы пропитали все-таки стержень тем что находится внутри определенным составом поэтому давайте сейчас нацарапаем на крыле какую царапинку видно отчетливо да еще сейчас должна магия произвести пути не знаю посмотрим давай вот так вот делаем еще сверху давай поправим чуть нанесите состав вдоль царапины заполняем ее составом быстро удалите излишки при помощи бумажного полотенца так по инструкции быстро удаляем остатки я уже вижу что ничего не работает слушайте ребят по ходу эта штука в наших руках не работает либо мы что-то делаем не так либо это действительно какая-то ерунда но блин по мне эта штука не работает и не знаю я не знаю сколько баллов такой штуке поставить то что не знаю как она работает и работать ли вообще но в нашем случае она даже никак не замаскировала царапины ничего не изменилось вообще и кстати стоимость такого маркера 245 рублей на ябнер не отдавал ну царапина и царапина сама живет на автомобиле надо перейдем к следующему ну а следующая игрушка в пакет у нас не влезло потому что это синтезатор самый дорогой предмет на сегодня 1000 рублей 999 если быть точнее то есть за 999 рублей вы получаете реально прикольную штуку причем еще и с микрофоном как здесь нарисовано еще написано что эта игрушка просто если написано что эта игрушка значит она не совсем серьезно но это мы сейчас убедимся ну по картинке по упаковке как будто прикольно ну да ну прикиньте если мне в детстве подарили да я бы нахрен даже забил на эти они управляемые машинки музыкантом устал что ли возможно судя по микрофону это действительно игрушка это микрофончик суши выглядит круто яркий такой цветной для до минус знаешь чем я думал это экранчик а это просто картинка блин теперь я остался чуть-чуть я теперь думаю что это так ну ладно мы будем делать поспешных выводов мы как всегда обойдемся без инструкции мы же все на глаз вместе еще по ходу тут нужны батарейки суши есть питание 9 вольт а блока питания почему-то нет так тут есть какой-то отсек скорее всего сюда оставляются батарейки сейчас узнаем кстати будем накручивать отвертка из прошлого видеоролика 6 батареек типа а а а а а а ну в этом же были у нас как и называется но не 6 короче ребят как оказалось нет у нас батареек пальчиковых но к счастью у нас есть блок питания но на 12 вольт и не знаю через будет если мы включим сгорит он или не сгорит ну сейчас узнаем как раз эксперимент что будет если запитать игрушку 9 вольтовую от 12 вольт так вот он вход пока слушай ничего не дымит нормально сейчас просто нужно найти кнопку где где включение вон красный уж и шум идет из колонны значит работает вау 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 извиняюсь за свой музыкальный талант то что я не умею играть на пианино никогда не играл но я умею просто рандомно нажимать на клавиши слушай я умею чуть-чуть начало собачьего вальса ты сможешь сыграть давай попробуем блесни пока как я помню это делать потом дальше прикольно прикольно все ничего не пахнет все нормально то есть разные кнопочки Сейчас замиксую собачий вальс с этим битком Не, остановись Так, ну-ка, что сейчас Тут можно всего столько нажимать, короче, это прикольно Демо Тут можно записывать, только как здесь паузу сделать, я что-то фиг знаю Так, сейчас нажму паузу и расскажу Вот, стоп-старт Прикольная штука, короче, тут можно экспериментировать всякие штуки Грубо говоря, мне кажется, как на настоящем Можно сделать синтезаторе Тут что-то детское, типа Ну, блин, это можно дороже продать, тысячи, блин, за три Да, штука прикольная, на самом деле Даже просто потренироваться ребенку идеально Прикольно вообще Слушай, мне еще нравится то, что здесь много всяких эффектов, всякой штуки Барабаны, биты Давай, давай меняться Так, самое-то главное, Паха, микрофон Что, споешь, Серега? Я постараюсь Только О, как настоящий микрофон завязал, прикинь Эй О, слушай, неплохо так-то Нормально, нормально Сейчас мы что-нибудь замиксуем Наушники мне надо еще Блин, да это Про эту штуку можно целый ролик снять, наверное Тридцати-минутный какой-то Короче, ребят, внешне ни одной кнопки связаны с микрофоном Но я думаю, что в эту штуку можно залипать вечно На самом деле, мы где-то поразбирались минут 30 Но вообще еще до сих пор нифига не поняли Но я думаю, что если позалипать недельку То можно в этом разобраться и быть уже прям профиком крутым Так что, реально, стоящая штука, игрушка занимательная Ребенка оттечет просто, не знаю, там, на несколько лет, наверное Если у меня такая детство была, я бы из дома не выходила вообще Все по баллам она заслуживает По баллам, если расценивать именно игрушки, то я думаю, что девяточку Блин, да я десятку поставлю, слушай Нет, я поставлю девяточку только потому, что здесь нет блока питания вообще То есть нужна батарея Батарея когда-нибудь сражается, их надо отдельно покупать Это еще плюс какие-то деньги Ну и микрофон, ну такой Ну понятно, что игрушка Главное, что работает Переходим к следующему товару Ну и последний товар, который нам показался интересным Это тренажер антистресс магнитные кольца Я ни разу такое не видел Что это за магнитные кольца вообще И что они могут делать Понятно, что они магнитятся, но что за антистресс такой Здесь есть инструкция, кстати, что это просто на пальцах нужно крутить Ох, кстати, можно еще играть Хоккей, бильярд написано, что-то Слушай, получается, такие кольца можно собирать и играть в них Там выстраивать какие-то линии, чтобы не задеть какие-то другие кольца и так далее Прикольно, слушай Мне интересно, насколько они магнитятся вообще сильно о смотри при этом можно отделить в общем и целом магниты будут хорошо это знаешь это какой-то усовершенствованный спиннер короче если спиннер крутился в одном месте в центре то здесь к эти колечки внутренние они тоже крутятся то есть можно вот так вот делать спокойно но ощущается как-то в руке как будто это что-то супер дешевое потрогая на какое-то не знаю какой-то хлипкой короче как погремушка да да ну слушай так-то прикольно вот даже вот так тремя пальцев делаешь реально приятно причем можно и вот так вот разъединить сделать вот такую штуку уже кассет может ударить на самом деле игрушка интересная я правда не знаю с чем ее сравнить и вообще какое применение найти но то что показано то что можно поиграть да это действительно прикольно но цена такой игрушки 269 рублей до представьте что вы хотите не знаю 20 таких колечек прикинь сколько это вообще тысячи две где-то отдать за просто магнитные колечки но в целом вот одну игрушку достаточно чтобы просто вот так что-то поделать там по магнитить дальше пальцы друг другу там и тогда короче прикольная вещь на себя стал действительно вот так вот просто посидеть что подумать там не знаю повтыкать как-то прикольно данная оценку пятерочку просто потому что она необычная то есть каждое колечко крутится использовать ее можно как антистресс если обычно что-то минуту здесь можно просто покрутить если докупить еще таких колец то можно поиграть пятерочка считаю такая тверда хорош да и знать четверку на как будто бесполезную штуку меня бы не впечатлила такая игрушка в детстве мне кажется ну понятно короче в целом от 4 до 5 смотрите сами можете в ленте зайти посмотреть я думаю вы найдете такую игрушку возможно вам понравится по итогу топ-3 сегодняшних товаров на первом месте у нас естественно синтезатор на втором паха чтобы ты отдал от блендеру или вот той пшикалки которая моет окна ну я бы сейчас надо было той пшикалки которые моют окна потому что она для меня необычная была а блендер я видел согласен действительно пшикалка полезная штука ну и блендер естественно оставляем на третьем месте только потому что он очень дешевый не знаешь что от него ожидать в общем и целом ребят если вам нравится подобные видеоролики обязательно пишите свои комментарии куда можно еще в какой магазин сходить мы обязательно сделаем это выберем еще какие интересные товары но сейчас ставьте лайки под этим видео подписывайтесь на канал всем пока